Динамо 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 Также записывает на свой счет результативную передачу и набирает 2 очка в своем 400-м матче в регулярных чемпионатах континентальной хоккейной лиги. Ну а теперь начало третьего периода. Евгений Григоренко. Вот, да, давненько заждались мы его в континентальной хоккейной лиге. И Шайф его ждали. Вот, пожалуйста, забрасывает он свою первую в этом сезоне. И вот так ее празднуют. Ну и последнюю точку в этом матче поставил молодой нападающий черепаевской команды Игорь Гераськин. Здорово он убежал от игроков трактора и очень легко убрал шайбу на неудобную руку и переиграл четвертый раз в этом матче Василия Демченко. 4-0. Сухая победа Черепаевской с Северстали. Доминик Коша оформляет свой первый сухой матч в этом сезоне. Далее мы в Хабаровске, где болельщики, ну, во-первых, я думаю, что были довольны по итогам встречи. А во-вторых, увидели хоккей, ну, что-то такое прошлогоднее, что ли, в исполнении Амура. Потому что команда сама играла в охотку и сопернику, в принципе, позволяла, да. И плюс к всему еще и отыгралась. Нефтехимик открывает счет от Адам Палашек. Это делает. Потом красота в исполнении Павла Дедунова, которого просто феноменальный сезон. Лично по его статистике, да и вообще он прям смотрится классно в составе Амура. Эта шайба подтверждает эти слова. Второй период получился самым нерезультативным в этом матче. Одну единственную шайбу увидели зрители. Влетела она в ворота Евгения Аликина. Юсу Пустинин после передачи Александра Авцина отправил шайбу в ближний угол ворота. И нефтехимик во второй раз в этом матче вышел вперед. Но результативным получился период третий. И в самом начале Александр Горшков реализует большинство броском в ближний угол. Сергей не смог перехватить. Может быть даже где-то и обзор перекрыл. Горшков сравнял счет. Дальше игра формат 4 на 4. И забивает уже Игорь Руденков. В передаче Данила Файзульна, который паузу выдержал. Ну вот так. Вдвоем разыграли. Руденков скинул. Потом Файзулин вернул. И бросок в касание. Ну кстати, Руденков проводит хороший сезон. Это была его пятая шайба. А свою четвертую шайбу в этом сезоне на 53-й минуте забрасывает Владислав Ушенин. Его родной брат Вячеслав Ушенин и Томаш Загорный стали авторами результативных передач. Нефтехимик на 56-й минуте смог сократить отставание в счете. Ну просто закопали здесь шайбу нижнекамцы. Вновь нефтехимик играл в большинстве. И вновь вывели на бросок Адама Палашика. Евгений Аликин был отыгран в этом эпизоде. Уже находился без клюшки вратарь хабаровской команды. И в итоге Палашик забрасывает свою четвертую шайбу в этом сезоне. Но все-таки Амур доводит этот матч до победы. Валентин Пьянов на 58-й минуте забрасывает шайбу в пустые ворота. 5-3 победа хабаровского Амура. Далее встреча команд, которые встречались между собой в прошлогоднем плей-офф. И тогда многие предрекали победу автомобилисту. Но магнитка прошла дальше. Была единственная команда, которая смогла это сделать, находясь ниже посевом. Но это так, просто немного воспоминаний. А здесь Андрей Абидин забрасывает свою первую в этом сезоне. И шайбу где-то может быть с элементом удачи в том числе. Но тем не менее 1-0 становится. В первом матче между этими командами автомобилист одержал достаточно легко победу. Сочетом 4-1 в Магнитогорске. И, казалось бы, по первому периоду все идет к такой же легкой победе и в Екатеринбурге. Вячеслав Литовченко на 10-й минуте после передачи Лямина и Доуса делает счет 2-0. С острого угла тут еще попасть надо было. С неудобной руки к тому же бросал Вячеслав Литовченко. Ну, конечно, вообще шикарный первый период. Много атак было как на ворота Коваржа, так и на ворота Василия Кошечкина. Однако после этой шайбы Василий Кошечкин уехал на скамейку и уступил место в воротах Артему Загидулину. Георгий Белоусов после передачи Сексона и Мишарина делает счет 3-0. Белов здесь красавец. Еще и налево посмотрел перед тем, как обыгрывать и бросать. В общем, все классно сделал. Да, и мы наблюдаем начало второго периода. И Магнитка сразу же, как только вышла на второй игровой отрезок, побежала вперед. Ник Шор забрасывает свою первую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Здесь здорово он буквально с метра поднял шайбу над Якубом Коваржем и сделал счет 3-1. Классно еще Врахломеев там сыграл, шайбу отобрал. А дальше шайба Ира Покоринина в ближний угол. Взял да попал. Школеска получилась здорово. Резк 3-2. Дальше забивает Стефан Дакоста буквально через 2 минуты. И вновь разница в 2 шайбы. Вообще самое удивительное в этом матче то, что автомобилист за второй и третий период в общей сложности нанес 4 броска. 2 во втором и 2 в третьем. Причем оба броска в третьем периоде стали результативными. Однако Металур, который большую часть времени провел в зоне автомобилиста, смог таки сократить отставание в счете. Сделал это Андрей Чибисов после передачи Шора и Варфоломеева. Но, как я уже сказал, 2 броска в третьем периоде, 2 гола. Егор Миловзоров после передачи Евгения Грачева забрасывает шайбу в пустые ворота. Дальше матч в Таллине. Между прочим, для Спартака это уже не первый матч в этой стране и в этом городе. Кто бы знал, что так получилось. Спартак свой второй матч в истории проводил именно в Эстонии. Ну, оттуда спартакцы вернулись, побывали и на озере, на пруду, на котором проходила первая встреча. Но здесь уже, конечно, немножко о другом. И надо сказать о том, что первый период был в исполнении Спартака, наверное, лучшим в этом сезоне. Бен Максвелл открывает счет в матче через 4 минуты Андрей Кутейкин. Не из средней зоны пусть, но все равно забивает. 2-0 счет становится. Вообще, Спартак хорошо смотрелся в первом периоде. Йокерит даже где-то был незаметен. Но у Йокерита очень хорошее большинство в этом сезоне. И это в очередной раз продемонстрировал Брайан Униллу. Свою пятую шайбу в этом сезоне забрасывает американец после передачи Алекса Гранта. А дальше первая шайба Инвера Лисина за Спартак. Здесь сейчас такую паузу выдержал, что казалось уже все. И момент исчерпан, и вроде и пас не проходит, и вратарь перекрывает, и низ, и вверх. Но она все-таки закатилась. Ворот 3-1. Впереди красно-белые. Но именно с таким счетом завершился первый вперед. Действительно, в первом игровом отрезке Спартак смотрелся очень и очень здорово. А вот уже во втором периоде инициатива перешла к финской команде. Сначала Джон Норман после передачи Естера Йенсена и Есси Йоинсу делает счет 3-2. Ну а затем чуть больше, чем через минуту Есси Йоинсу уже в большинстве забрасывает свою десятую шайбу в этом сезоне. Шикарный сезон для этого финского нападающего. Это овертайм и бросок Стива Мозеса. Вот у него шайба всего-то вторая. Но зато какая важная. Ну, как мне кажется, здесь, может быть, немножко Никите Беспалу не хватило игровой практики. Потому что в последнее время ворот все-таки защищает Юлиус Гудочек. В итоге Йокерит одержит победу. Магнитогорск, арена Металлург. Металлург против московского Динамо. Совсем недавно команды здесь продемонстрировали очень яркий матч 6-5. Тогда Металлург одержал победу. Однако вот на второй минуте первого периода счет матча открывает Патрик Закрессон. Это первая шайба для шведов в этом сезоне. Никулин Миронов ассистенты. А вот на 14-й минуте Иро Пакаренко. После передачи Денниса Расмуссона сравнивает счет в этой игре. Фрагменты уже периода второго. И вот здесь у динамовцев не получилось куда-либо с пятака шайбу отбросить. Здесь есть, если вы обратите внимание, еще и Кагарлицкий, да, рукой. Ну, может быть, где-то не очень удачно сыграл вот прямо сейчас этот момент. Ну, в итоге Расмуссон набирает второй балл в этом матче и забрасывает свою четвертую шайбу. Победа Магнитке. Так, дальше у нас Борис и Сибирь. Команды в прошлом сезоне нас очень здорово радовали матчами, особенно в Истане. Да, хотя и в Новосибирске тоже. Ну, а здесь встреча, в которой было очень много именно красивых шайб. Вне зависимости, да, от того, за кого вы болеете, просто красивые шайбы вылетали в ворота одной и другой команды. Брэнд Баченский счет открывает дальше. Просто великолепный проход Романа Старченко, которого фантастический сезон. Уже однозначно, посмотрите, он и обыграл. И вот сейчас подкидка пойдет на партнера. Здорово! Кормье забрасывает свою десятую и делает счет 2-0. Сибирь нашла в себе силы отыграться и вернуться в игру во втором периоде. Сначала Александр Шаров на 34-й минуте после передачи Юки Пелполы забрасывает свою четвертую шайбу в этом сезоне. В дальнюю выворотку Карлсона отправляет шайбу в 86-й номер новосибирской команды. Затем на 35-й минуте свою первую шайбу в этом сезоне забрасывает Глеб Зыряна. Вот так шайба прилетела на пятак с первым броском Зырянова. Карлсон справился, а вот с добиванием уже помочь своей команде был не в состоянии вратарь Борис. Демидов пошел вперед, включился защитник, взял пас в центр. Дальше через полторы минуты еще одна красивая шайба. Уже Роман Старченко именно завершает, а не в роли ассистента. Классная диагональ и Борис вновь впереди. Ну вот такую еще забросил на Скертис Волк. Тоже, ну прям на загляденье Борис вот все свои забросил. Очень красиво и прям все для хит-парада. Ну и какой же матч Бориса без набранных очков у Даррена Дитца. Мощный бросок 44-го номера от синей линии. И седьмая шайба влетает в ворота. Седьмая шайба для Даррена Дитца. Конечно же, Роман Старченко и Патрис Камье ассистент и шайба. Вот такой обзор в КХЛ за неделю. Спасибо, до свидания. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова